Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок и с вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим о выращивании рассады капусты. То есть то, что можно поселить в апреле, каким капустам дать предпочтение и когда получать с них урожай. Какие ошибки делают наши огородники при посеве капусты, почему она не удается и почему она потом болеет. Обо всем этом пойдет речь в сегодняшнем ролике. Ну, во-первых, в апреле можно высевать любые сорта белокочанной капусты, то есть как средняя, так и поздняя. Ну, ранние сорта вы можете посеять тоже, конечно, но знайте, что уже урожай, ранние сорта для чего создавались, чтобы иметь урожай капусты в июне, в начале июля месяца. А уже при посеве в апреле месяце урожай, конечно, сдвинется на конец июля, август месяц. То есть эти сорта уже будут по своим характеристикам, то есть по времени потребления они будут подходить под средние сорта, ту же славу, например, среднеспелый сорт капусты. Поэтому решайте сами. Ну, тем более, что ранние сорта, знаете, они как бы не идут в различные заготовки, то есть их нельзя квасить, а их можно употреблять только в свежем виде. Поэтому сильно увлекаться посевами ранних сортов уже в апреле месяце не стоит. Вы можете, конечно, для разнообразия посеять немного, но предпочтение отдайте средним сортам, потому что та же самая слава, подарок среднеспелые сорта. Они имеют, значит, не только хорошее вкусовое качество в свежем виде, но их можно и заквасить даже. Хоть для кратковременного использования, так и долговременного. Ну, дальше можно выселить в эту же пору другие экзотические виды капусты. С этих экзотических видов капусты я назову частности кальраби, это брокколи. Ну, по брокколи обращайте внимание, что сорта, которые не реагируют на длину дня, потому что иначе вместо брокколи головочки вы можете иметь цветы, если посеять просто без разбора любую капусту брокколи. Ну, в эту пору можно также посеять еще декоративные виды капусты, краснокочанную капусту и поздние сорта, только поздние сорта, повторяюсь, нашей цветной капусты. Потому что ранние сорта могут опять же вместо головки образовать просто соцветия, то есть мы не получим продуктивных органов. Ну, какая ошибка допускается, как бы, нашими огородниками? Ну, что, кратку для посевов капусты, то есть рассадник, как он, если правильно назвать, мы должны готовить с осени. В чем он заключается? Он будет заключаться в том, что в почву вносится органика, и эта органика заделывается в почву. Потом с осени желательно, даже обязательно, может быть, сказать более правильно, это известкование почвы. Известкуем почву доломитовой мукой, известью, умелом, все это произвестковое. Почему с осени произвестковое? Потому что под действием талых вод, снега, наш известковый материал, он просто-напросто распределяется по порам, по всей глубине пахотного слоя. Распределяется по пахотному слою, соответственно, вся почва к весне у нас раскисляется, то, что нам надо. Потому что капуста – это одна из тех немногих культур, которая переносит свежий навоз, которая любит известковые почвы. Если такие условия есть, она не будет болеть. Следующий нюанс по цветной капусте, что весь урожай, как сказано, всюду начинается с рассады. Так вот, чтобы наша рассада не повреждалась черной ножкой, чтобы не появлялась кила капусты, наши семена необходимо обработать. Конечно, молодцы голландцы. Если вы купили голландские семена, они уже обработаны, поэтому мы их сразу высеваем. Если у нас семена отечественного производства, они, как правило, не обработаны. Так вот, для того, чтобы наши капусты не болели, мы сделаем следующую обработку. Первая обработка – семена мы прогреем в горячей воде. В горячей воде температура 48-50 градусов, мирным термометром, выдерживаем семена 20 минут. Потом в такое же время, сразу после горячей воды, перекладываем нашу семена, тот мешочек с семенами, перекладываем в холодную воду. Выдерживаем опять же это время, и после этого семена просушиваем. Почему просушиваем семена? Потому что если их держать во влажном состоянии, буквально на 2-3 день они уже наклюнутся, что создает определенное неудобство при посеве, и можно будет семена протравмировать. Сделай вот такую сырую обработку. Ну, дальше, если у вас сырой обработке некогда делать, вы не хотите заниматься, возиться, значит, сделайте сухую обработку. Что называется сухая обработка? Я беру 2 столовые ложки просеянной золы древесной, значит, засыпаю небольшое количество полисиных мешочек, семена туда же помещаю, энергично устрахиваю, все семена покрываются вот таким слоем. Что это дает? Зола создает такую щелочную реакцию вокруг семени, поэтому на вашей рассаде никогда не появится кила. Даже если в том случае, если даже почву уже произвестковали. Рассада ваша будет защищена, как от болезней, которые повреждаются, это черная ножка, это кила капусты, она не появится. Ну, я еще забыл сказать, немного там перескочил, что водная обработка семян испасет вашу рассаду от сосудистой бактериоза. Вы когда видели, что кочарыга внутри сгнивает, и кочан сгнивает. Вот, и это часто появляется на поздних сортах капусты, которые неустойчивы к этому заболеванию. Поэтому ваша рассада, уже обработана рассада, высеваем. Ну, посеву капусты определенных трудностей не представляет. Семена засыпаем в щелочку, щелчь руками, щелчь любым способом, посели, градку после лета обязательно проливаем водой, и накрываем полиэтиленовой пленкой. Полиэтиленную пленку мы берем, прижимаем арматурами какими-то, досочками прижимаем, и ожидаем сходы. Обычно на 5-6 день появляются сходы в открытом грунте, потому что уже в апреле месяце занимать закрытый грунт на рассаду, это как бы нецелесообразно. Появились сходы, ваша капуста будет развиваться прекрасно и расти, и она будет здоровая и крепкая. Поэтому сделайте эти нехитрые приемы по подготовке почвы предварительной, и по обработке семян, и вы будете иметь хорошие результаты. Ну, иногда наши огородники не успевают, значит, все делают как бы в последний момент. Вот они копают почву весной, и все, и высевают рассаду. Можно, конечно, и так делать, но знайте, что в этом случае почва очень рыхлая, и капуста не образует хорошую мочковатую систему. Корень такой длинный, получается, неразветвленный, поэтому такая капуста, ну, как бы, приживаться труднее, чем та, которая посеяна на той почве, которая была подготовлена с осени. Потому что за зиму почва оседает, становится более твердой, и капуста дает более мочковатую систему и большее количество корней. Так что выбор за вами. Делать подготовку рада к весной или делать подготовку рада к осенью. Я рекомендую осенний. А вы сами выбирайте. Удачи вам и хороших урожаю. До свидания.